здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор клавы коки вы попросили у меня многие из вас попросили у меня когда я у вас спросила кого нам разобрать и она была среди лидеров поэтому я заинтересовалась этой личностью хотя конечно была совсем не в теме конфликтов там скандалов которые с ней связаны но немножечко вникла и мало того те тех людей о которых она говорила в своем интервью я решила еще и посмотреть на совместимость с ней и в конце когда мы с вами вот этой темы коснемся я даже подскажу какие будут причины конфликта если они таковые возникнут с теми с кем она сейчас на сегодняшний день дружит с кем она из-за чего поссорилась и вообще вот это вот все очень четко отражает астрология но это будет в конце а сейчас мы по невербалике посмотрим что же за человек перед нами а и самое главное посмотрим а там не только она будет врать в этом интервью ну вернее не договаривать да ну в общем давайте смотреть сначала невербальное поведение а потом в конце у вас будет вишенка на тортике причем там очень очень интересно очень рекомендую вам досмотреть до конца вот здесь вот я точно рекомендую потому что там прям такие фишки которые вот вы можете их использовать и так значит первый фрагмент включаем ну и как всегда смотрим на нашего сегодняшнего героя смотрим чего от нее ожидать так наверное я себя перенесу вот в эту часть экрана потому что герой с этой стороны и не хочется закрывать нашего героя да а значит клаву мы не будем закрывать и включаю первый фрагмент ну вот если говорить о том кто твои главные конкурентки давай я перечислю а ты скажешь так это или нет видите человек очень скромный поджимает подбородок отводит взгляд отпускает опускает челюсть убирает руки то есть вот когда речь идет о конкурентках она ну скажем так ей неловко вообще даже об этом говорить да это говорит о том что она очень скромная сама по себе ну даже знаете вот я смотрела и никаких вот поводов ее вывести прям на чистую воду не было но не переживайте я нашла что там что вам рассказать и что вам показать так что не переживайте я умею искать но тем не менее знаете вот человек который абсолютно не конфликтный да и и что в ней найти такого чтобы нам было интересно о ней говорить ну сидите смотрите да да видите как она очень смущается когда ее сравнивают с кем-то да она просто привыкла хорошо делать свое дело вот с точки зрения профессиональ профессионала я просто снимаю шляпу перед такими исполнителями которые действительно ну ставят на свой талант на свой голос и действительно радует нас этим и знаете вот там будет еще упоминаться другая личность которая поставила но не с голосом сложно а поставила именно на скандальность понимаете ну и это все как бы те аргументы за которые с помощью которых вообще те инструменты с помощью которых люди становятся известными до либо на голос ставят либо там на скандальность либо еще на какие-то либо на красоту то есть у всех у нас есть какие-то таланты и здесь данном случае есть неоспоримый талант это прекрасный голос на это великолепная харизма и в общем то все замечательно с этой стороны но конкуренция видите вот что касается конкуренции локоточек отталкивает то есть все таки тема конкуренции ей не хотелось бы об этом говорить ей хотелось бы это оттолкнуть люди любят когда их мозг чуть ломается и таки что она же такая хорошая зачем она поет зачем она целуется с ним на яхте что происходит видите отсаживается но действительно здесь мы видим что человек очень эмоционально воспринимает какие-то вещи да касаемо особенно конкуренции и здесь можно понять хочу вам показать один фрагмент который в общем-то отношение к клаве имеет косвенное но вот прям четко четенько другая героиня палец а которая там снималась но вы видите роза сябитова она просто великолепно палец а по поводу шоу в котором снимается клава но сливает нам всю малину что называется давайте посмотрим а но если это не получится предложение руки и сердце по-настоящему потому что здесь я поражен по настоящему качает головой но это еще такого знаете косвенный признак там она будет конкретно сейчас нам раскроет все карты гонять не буду у меня нет ни времени и не сил на это поэтому все женихи предупреждены что они пришли сюда жениться реально конечно вы отсекаете тех кто пришел пиариться шоу делать видите пауза прежде чем ответить и вместо четкого ответа который вообще ожидался конечно отсекаем зачем нам такие хайпажоры нужны и прочее прочее она начинает забалтывать история про любовь про сватовство про рождение любви и про семью молодой красивой семью у меня любимая моя клавочка она мне как дочка соответственно конечно я должна выбрать лучше а мы собрали лучше ну да в общем верю верю да ну это так немножечко отклонились да идем дальше а теперь на вот меня больше всего заинтересовали личности которых упоминала клава и заинтересовала во первых реакция на этих личностей сначала мы посмотрим а потом мы с вами пройдемся по совместимости с этими людьми и увидим где там собака порылась что называется а и так давайте первый человек о котором упоминается в этом интервью это люся чеботина это исполнительница с которой вместе они ну я так понимаю дружили не дружили но вместе покоряли олимп и клава чуть быстрее на этот олимп взобралась и вот давайте посмотрим как это происходит и как она говорит о своей ну скажем она не называет ее подругой но о своей приятельнице вот так вот ты как человеку которого но такие вещи не часто в жизни происходит насколько тебе эта ситуация сейчас некомфортно она мне некомфортно я честно скажу тем более мы как бы перестали общаться полтора года назад видите как с отвращением говорит склоняет голову полюбуйтесь ну то есть посмотрите на эту ситуацию с другой стороны можно сказать что она говорит об этой ситуации но ситуация это два человека до которые создали эту ситуацию соответственно но как бы здесь возможно вина обоих но в любом случае вот такая реакция со стороны нашей героини до видите много отвращения причем сжалась очень сильно не нравится говорить ей так что-то прям я совсем замедлила видите наклонилась заговорили об этом только сейчас ну да говорят не но люси говорил об этом раньше но я как-то не особо хотела комментировать ситуацию видите а вот здесь уже и отвращение презрение если раньше там только отвращение то здесь уже презрение и явно в сторону люси так что отношения к люси отношения к люси именно такое вот у вас спросили еще где-то я сказал как это просто выглядит смысл видите пинает ножкой то есть отношение к люси у нее ну довольно неприязненная на сегодняшний момент и высокомерная если здесь презрение и челюсть высоко значит она считает себя выше этой люси а значит но что касается их совместимости мы это рассмотрим в конце и я вам даже скажу причину по которой они расстались потому что это в натальных вернее в космограммах которые мы посмотрим до натальных к сожалению мы не сможем посмотреть потому что времени рождения нету но по космограммам прям четко видно в чем была проблема да и также следующее марик раймбери с которой сейчас клава дружит а я в конце тоже рассмотрю их совместимость и скажу почему они могут поссориться да и если они поссорятся то это будет вот эта причина которую я назову давайте смотреть как она говорит уже о марик раймбери посмотрите какая разница ну как два две личности которые вообще неразделимы и а кто вот у тебя такой друг члены моей семьи то есть моя сестра моя бабушка из медийных людей это марик раймбери вот сейчас марина мы мы с ней каждый день на связи даже несмотря на то что после своего концерта там она уехала в другой концерт и сейчас она в турции она знает что у меня происходит каждый день я знаю что происходит у нее каждый день и это не не инстаграмм то есть не инстаграммная дружба она стала вместе всегда на телефоне на звонки и так далее и как только у меня что-то случается или у нее я могу и позвонить довериться спросить совета и мне очень это важно нужно так же как ей видите как еще формулировка фраз я могу спросить совета то есть она относится к ней как более низкий скажем ну вот она по статусу на сегодняшний день но немножко ниже да потому что мария она давно уже известная а вот клава чуть позже забралась на олимп славы и соответственно она немножечко смотрит на нее снизу вверх да в отличие от люси а к люси она относится с высока дальше дальше это развитие событий мы еще рассмотрим просто я не хочу загружать невербальный разбор разбором астрологическим который будет в конце а он будет очень интересный так что очень рекомендую задержаться до следующий конфликт с бузовой тоже там много чего интересного по невербалике и потом мы с вами разберем вот что там на самом деле где там собака порылась ты не я знаю что ты не очень любишь говорить на эту тему на эти буду благодарны если мы это оставим ваши поездки в куршевель с бузовой я знаю что ее 300 раз все переобсудили я просто не протухшая история можно сказать я тебя могу сказать что-то мне в этой истории не понравилось дело даже не в том как она выглядела я думала о том что она же была человеком который тебе когда-то помог и как потом выяснилось но она же на это очень сильно обиделась нет не так было а как мне показалось что все равно же перестали общаться типа если это это пиар если это там сначала замерла но вы читали титры поэтому не буду останавливать давайте смотри вам это мне лучше скажи на чтобы я как ну я понимала просто или скажи мне если тебя это за дело она сказал нет о чем-то клавчик все классно все круто видите голова на бок отвращение презрение поджала подбородок но не нравится не нравится и это тоже нормально понимаешь я на нее не обижаюсь я не видите плечо не обижаюсь и плечом обижается да не смотрит на собеседницу когда говорит с печалью говорит очень обижается честно но не буду даю озвучивать нам не будет свою обиду но обижается она сильно в этой ситуации я не считаюсь я не считаю себя неправой видите и челюсть немножко вперед то есть я бы дралась если бы по статусу это было возможно или по каким-то другим параметрам если бы это не повредило чему-то ну то есть получается что внутри агрессия драться я хочу но драться я не буду потому что вот как бы нет такой возможности да и вообще в принципе может быть не хочу портить свою репутацию да то есть по каким-то причинам она драться не будет но агрессия есть но я сказал что если тебя что-то задело ты меня извини я точно не хотела там тебя как-то обидеть обсуждение бурно ну типа покидали в меня камушками немножко ну ничего прошло время как бы все нормально я не обижаюсь надеюсь они на меня тоже не обижать опять не обижаюсь на нее плечо и руки в замок выставила перед собой то есть это еще и оборона такая да то есть видите да что на самом деле конечно обижается конечно ситуация не очень приятная и я допускаю что эта ситуация действительно имела место быть потому что в данном случае у клавы есть голос и она за счет голоса продвигается у бузовой мы все прекрасно знаем вокальные данные но при этом это не делает ее там плохим человеком да ну кроме ее позиции по и свою но здесь я не буду трогать вот эту тему я просто пытаюсь объективно до смотреть на ситуацию и у бузовой действительно она продвигается с помощью вот таких инфоповодов и для нее это просто инфоповод благодаря которому они стали говорить ну она постоянно поддерживает разговор о себе с помощью подобных инфоповодов поэтому я не удивлена и это вписывается скажем так в мою картину мира и здесь я вижу что у клавы действительно обиданная бузову и может быть она бы и хотела ответить но не может ну в общем вот такая ситуация да и мы рассмотрим обязательно почему они поссорились я вам скажу четкую причину почему они не будут никогда дружить несмотря на все там их совместимые качества у них не получится дружба давайте следующий фрагмент еще затронули диму масленникова вот кстати многие из вас просили меня вывести ее на чистую воду по поводу там романа спашу что ли я не в курсе совершенно этой истории вопроса этого не было задано поэтому если бы был были там заданы какие-то ну вот несколько вариантов мужчин с которыми у нее могу могли быть отношения я бы смогла выбрать того с кем у нее действительно были отношения и по кому она там сохнет но так как был озвучен только один человек вот дима масленников давайте разберемся было ли у них что-то и в конце я вам тоже скажу почему почему это было или не было да давайте так стало интересно кому же ты говоришь но это не и дима масленников но я не буду говорить ничего но у вас просто очень странные отношения вроде бы дружбы не друг видите как она отвечает очень уклончиво отвечает если бы ничего не было она бы сказала слушать да ты чё нет конечно ну а потом бы уже вошла пошла бы в несознанку а здесь если она вот так вот сразу включила но хотя в принципе это такой косвенный признак идем дальше не понятно что всех перебирать буду перемирать смотрите пытается увести в другую сторону всех перебирать то есть ей вот о нем говорить не хочется по какой-то причине да по какой мы догадываемся знаешь как интересно не ну понятно что все но понимаешь это давай только один вопрос это дима масленников или нет нет это не дима масленников и смотрите сначала замерла потом теребит сережку это жест манипулятор это не манипуляция вот слова не путайте манипуляции это когда мы словесно забалтываем там еще что-то делаем а жест манипулятор когда человек волнуется ему надо что-то взять в руки чтобы свое волнение как-то отвлечь да и вот это жест манипулятор чистейший поэтому она волнуется отвечая на этот вопрос почему она волнуется возможно это где-то рядом возможно там рядом с димой кто-то я не знаю но ли но с димой там что-то явно есть понимаете причем при ответе она не смотрит на собеседницу а потом проверяет какая реакция у собеседницы и в соответствии с этим вот обманщики именно так себя ведут дают неправду а потом проверяют вошла неправда или не вошла и дальше уже в соответствии с тем что они видят они себя ведут определенным образом ну уже уже легче и видите потом вздох облегчение когда увидела что собеседница поверила и ну вот замедленной съемки пожалуйста как она теребит сережку конечно же они она и теребит не по поводу того что вот если бы разговор был о друге она бы просто легко себя вела нет девочек этой легкости нету поэтому это говорит о том что здесь собака точно порылась люблю очень сильно но отношения у нас я думаю не сложились бы вы пытались но я не могу сказать что мы пытались хотя может быть и я вам опять-таки скажу почему они не сложились у них да ну вот в общем-то по невербалике это все что я хотела вам показать а теперь давайте плавненько перейдем на разбор астрологических параметров и нумерологических я там все буду затрагивать для того чтобы выяснить вообще почему почему разошлись с люсей чеботиной почему могут разойтись с мари крамбери а почему с бузовой конфликт произошел и обида осталась почему с димой масленниковым они ну я не знаю скорее всего у них что-то было зарождалось и ну так получилось почему все это произошло это все видно по космограммам по их совместимости дело в том что когда люди встречаются неважно какого пола неважно мужчины женщины там неважно для любви или для дружбы на самом деле дружба это та же любовь но без секса поэтому то как будут развиваться события между людьми в дружбе это можно тоже астрологически посмотреть в дружбе в деловом партнерстве каких-то еще вещах вот это все смотрится по астрологии совместимость у кого какие приоритеты в чем сойдутся в чем не сойдутся вот это все можно четко увидеть с помощью натальных карт если есть время и место рождения если нет то тогда с помощью космограмм и давайте посмотрим начнем мы с люси чеботина и посмотрите вот с точки зрения совместимости я вам сразу скажу что вот это вот прям шикарная совместимость была бы да но а знаете из-за чего ну вот здесь вот вот эти вот все зеленые линии это то где планетки вот представьте это две квартиры до живут там планеты общаются между собой и тут они совмещаются и планеты на находят себе новых друзей друзей или врагов в виде вот планет партнера и когда они находят друзей то получается зеленый аспект вот эта зеленая полосочка когда они находят врагов получается красный аспект но здесь тоже вот в плане совместимости когда красный аспект идет через весь круг это оппозиция это когда планеты дерутся не на жизнь а на смерть вот это и в натальных картах встречается и везде то есть вот когда вот такая ситуация то это значит или ты или я останешься вот здесь да и вот эта драка она очень сильно влияет на человека или на двух людей если в данном случае мы говорим о двух людях и вот здесь вот значит что какая проблема с люсей но знаете вот вот эта оппозиция луны с венерой я не стала бы ее сильно рассматривать потому что у луны большой промежуток она проходит за сутки и поэтому она чуть-чуть сместиться да там часов 5 ну я поставила 12 часов до но если луну сместить там на раннее утро одну прям ночью бывает рождаются в час ночи или в 23 часа вечера да уже уже большой разбег уже ну там 22 часа 24 часа в сутках за эти 24 часа луна проходит большое расстояние и вот этой оппозиции может не быть потому что мы не знаем не положение луны он скажем у люси и у клавы поэтому вот этот вопрос спорный но тем не менее если вот это действительно существует ну вот эта оппозиция действительно она есть если то в данном случае на эмоциях люди могут расстаться потому что луна это эмоции венера это то что я хочу и получается вот здесь вот внутри у нас находится клава то есть клава хочет а люся вот на эмоциях может просто взять и разойтись да из-за какого-то вот из-за какой-то ситуации которая будет касаться того что клава хочет но это знаете так 50 на 50 могла быть и не могла не быть эта ситуация но я считаю самых-самым вот тем скажем фактором который повлиял на их ссору это вот эта оппозиция это люсин нептун в оппозиции с чем солнышком клавы солнышко это его сама вот самосознание да это вот прям то как у как он себя ощущает да а нептун это планета иллюзий фантазий это глубокий внутренний мир это высшая октава луны это вот если луна это слезы то нептун это море слез и смотрите как получается сталкиваясь вот так вот виде оппозиции получается что со стороны люси какие-то может быть фантазии которые столкнувшись с его клавы потерпели фиаско понимаете тут или мы живем фантазиях или мы живем вот в сторону эго и каких-то реальных вещей и получается что столкнувшись ну вот она это и озвучила что люся считала что они дружат а клава так не считала и вот это как раз мы с вами и видим вот получается что фантазии люси и привели к тому что ну вот так вот эмоционально они расстались и сами не поняли из-за чего толком а дальше что еще теперь по поводу мари краймбери да у них сейчас все очень замечательно прям идеальная парочка да но я не в том смысле что парочка а но друзья это тоже вот люди которые общаются как у которых действительно вот чем больше зеленых аспектов тем больше людей связывает друг другу привязывает тянет друг другу потому что но вы сами понимаете когда планеты встречаются и друг другу помогают человеку становится комфортно от этого когда он встречает такого человека с которым вот зеленые аспекты ему настолько вы вы наверняка это чувствовали когда вот с некоторыми людьми вы встречаетесь и у вас просто вот идиллия ты на ты начинаешь только думать о чем-то он уже говорит об этом вот это вот как раз чаще всего не чаще всего всегда вот если посмотришь в астрологию то это будет вот прям четкое подтверждение ну и что мы здесь видим а мы видим что нет такой связи как вот с люсей было а но в принципе сейчас почему эта дружба имеет место быть потому что она ну между двумя людьми одинаковыми по статусу одна только взобралась другая чуть раньше сюда забралась поэтому та которая только что взобралась и интересно просто общаться с теми кто уже здесь живет да ну вот на этом олимпе на кто давно уже здесь ну в принципе да почему нет приятная девочка да ну то есть вот такая дружба она больше приятельств ну ладно не буду я сейчас вот прям обесценивать их дружбу дай бог чтоб они и дальше дружили просто вот что касается их возможного конфликта какой может быть между ними а значит это у нас оппозиция сатурн значит мари и меркурий меркурий клавы а это значит что клава может что-то сказать ну вот меркурий это интеллект это что мы говорим а сатурн это дисциплина соответственно вот в этом в этой плоскости может быть клава что-то может сказать и здесь еще одна позиция со стороны клавы марс со стороны мари предназначение узел соответственно марс это может быть что-то с горяча сделано и смотрите меркурий с марсом сказать что-то с горяча что повлияет на дисциплину и на ну как вот на то что правильным считает мари да это подорвет вот это вот правильность и это коснется предназначения мари в этом случае произойдет конфликт в общем запасаемся попкорном я все-таки надеюсь что это все не сбудется никогда и все будет у них хорошо но тем не менее как бы вот вот такие мои прогнозы если будет конфликту этот конфликт будет связан именно с тем что клава может что-то сказать неосторожно вот в первом случае получается что люся что-то намечтала себе да и сама расстроилась сама обиделась да а вот здесь получается что более конкретные вещи будут сделаны что-то будет сказано и будет какой-то вот инфоповод ну я думаю что будет интересно да теперь а следующий конфликт с бузовой смотрите с бузовой в принципе очень даже хорошие вот видите зелененькие тоже но но тоже не так как с люсей но тем не менее тоже у них неплохая совместимость и все бы было хорошо если бы их солнышки не были в в оппозиции получается два эго которые достигли чего-то до 2 эго которых все любят у которых куча поклонников 2 эго в одном месте конечно же у них будут конфликты и дальше если они еще раз поедут да безусловно им комфортно вот по этим трем вот линиям да и они друг другу нравятся они друг друга ну как им комфортно вместе но вот два эго не смогут ужиться вместе и не ужились да и получается сейчас вот клава обижается да и и и и было затронуто ее эго было использовано в инфоповоде для того чтобы поднять эго бузовой поэтому ну вот такая вот история до которую мы с вами увидели дальше что касается димы знаете вот по поводу димы я даже посмотрела в интернете и он там где-то высказался что с клавой кокой мы дружим не про не произошло какой-то химии между нами которая должна быть прочее бла-бла на самом деле причина совсем не в химии не в химии причина что они не смогли быть вместе и вообще знаете в чем причина смотрите солнышко димы и марс клавы в оппозиции опять таки о чем это говорит это конкуренция причем знаете вот он такой весь расписной да тут приходит клава и начинает а давай мы это замутим надо ну то есть ее скорость ее какие-то выходки со стороны марса вот какие-то там попытки как-то себя показать может быть а ему это не нравится бессознательно это может происходить вы знаете когда ты находишься в зоне ну вот общение с человеком с которым у тебя оппозиция происходит вот это бессознательное напряжение а и ты можешь не понимать почему но это прям четко видно по натальной карте и вот это может быть она бессознательно но ее чрезмерная активность его напрягала вот и все вот из-за чего у них не получилось так называемой химии химия это про другое совершенно и как бы тут я химию даже не трогала но вот что касается почему они раз ну не получилось у них потому что вот вот так вот да а теперь знаете хочу немножко вернуться буквально к люсе и клаве да а потому что действительно вот но обратите внимание что вот такой синастре у нее ни с кем нету из-за ее там новых друзей да и в общем то это со временем только будет понятно да что она действительно потеряла в лице люси очень классного друга я надеюсь что они все-таки померятся рано или поздно когда там люся себя покажет когда люся станет круче чем мари крайнбери и тогда может быть у них дружба вернется но а знаете вот другой вопрос в их совместимости я еще по нумерологии посмотрела и знаете тоже довольно интересная история но в принципе вот это вот вы можете и сами посмотреть там если вам надо посмотреть совместимость с кем-то вы можете вот у меня курс называется совместимость или нумерология вот вы можете вот это тоже себе сделать это же смотрите на всех с кем вы общаетесь а я ну вот а что касается астрологических разборов то вы можете записаться на консультацию я вам все это разложу там друзья знакомые партнеры эти с кем вы живете с кем вы хотите жить вот это все можно посмотреть вот вот на почему вы вместе и почему вы можете расстаться я просто здесь выбрала только эту тему да вот почему расстались да какие причины конфликта так вот смотрите здесь у нас вот сверху клава снизу у нас это люся и что мы здесь видим вот они их имена настоящие да с которыми они родились слева до а справа их псевдонимы по которым мы их знаем так ну я надеюсь тут все хорошо видно да и что здесь видно я буду смотреть только самые главные показатели потому что ну вот нам важна совместимость до совместимость мы смотрим по душевному побуждению кто чего хочет да какие вибрации мы ищем в людях вот вот это вот душевное побуждение у всех она должна находить подтверждение ну вот хоть какое-то душевное побуждение должно находить подтверждение должно находить среди вот этих пяти цифр вот чтобы это было у партнера да ну и давайте посмотрим получается а у так у клавы душевное побуждение 8 а у люси день рождения 8 она может менять сколько угодно свою фамилию имя отчество но в любом случае она будет интересно клаве то есть клава ее по большому счету любит да вот вот если в плане партнерства до ноги только без пошлости пожалуйста ладно то есть дружба со стороны клавы ведь на самом деле душа ее тянется просто какие-то внешние обстоятельства до их развели но со стороны клавы идет вот это вот тепло душевное идет вот вот это вот тяга к ней она являет вот люся является тем человеком который действительно интересен ну и вообще ну скажем так с которым она хочет общаться да и мы видим и по астрологической синатрии что касается люси смотрите здесь вот по базовой комплектации да вот где но я так называю просто это когда человек рождается и ему дается 1 фамилия имя отчество вот то с чем он рождается я называю это базовой комплектации а потом мы тюнингу им ся да там меняем берем псевдоним и все такое это уже тюнинг наш да так вот по базовой комплектации люся смотрите она тянется к людям девятки у клавы девяток нет но у нее в личности 11 а мастер число вот 11 это мастер число мастер числом и может подстраиваться как угодно под любые вибрации и вибрировать именно так как хочет партнер причем на этим этот мастер числа они очень коварны они считывают что хочет видеть партнер и они вибрируют именно так то есть можно сказать что человек может ну и у него такая волшебная палочка который он может себя видоизменять под партнера и при желании то есть он такой как надо но смотрите когда люся становится люся чеботина да не не людмила андреевна а люся чеботина у нее душевное побуждение 8 также как у клавы и здесь у них но можно сказать страсть страстные отношения которые кстати о птичках я этого не учла ведь страсть она обычно недолго держится примерно три года когда вы прям по страсти люди соединены но с другой стороны не только же по страсти вот у клавы когда она клава кока у нее экспрессия восьмерка поэтому нет тут не только страсть поэтому может быть это этап на котором они как бы начали да вот на этом но сейчас они вот прям у них связь еще усилилась от того что у клавы экспрессии экспрессии это набор инструментов с помощью которых человек покоряет мир и получается у клавы сейчас экспрессия 8 и она вибрирует так как хочет люся в общем-то у них и по нумерологии великолепная совместимость вообще вот со всех сторон у них все хорошо а почему же так происходит вообще с клавой а я тоже вам на этот вопрос отвечу потому что смотрите а вот какая история вот наталья вернее космограмм оба я все загородила такая красный сижу красавица да все он перекрыла смотрите на меня да и давайте обсудим венеру в шахте у клавы коки смотрите вот она венера в шахте что это говорит это говорит о том что венера живет в отдельной комнате и она не выходит она ни с кем не общается из всех жителей квартиры да получается она там где-то сидит создает какие-то там шедевры она может быть гениальный но она пишет в стол понимаете она как бы вот не никто не знает а об ай об ее гениальности она вот такая она сидит где-то она как изгой понимаете она оторвана от реальности и получается кого знаю не хочу кого хочу не знаю поэтому вот такие вот ошибки да вот ошибки в том что например с люсей ну просто реально мне даже ну как-то больно за их отношения потому что тут реально они друг друга вот знаете как когда встречаются люди с такой совместимостью они как вот знаете как путники в пустыне которые припали к воде ну нашли воду и начали ее пить вот вот это примерно такое ощущение когда ты встречаешь человека с которым ты совместим и вот я надеюсь что рано или поздно они все-таки вернуться друг другу ну вот и будут дружить потому что тут прям вот потенциал у них потрясающе единственное что ну как бы ну я озвучила их проблемы да вот вот это вот оппозиции это действительно проблемы когда при общении с людьми ну вот такие я выводы сделала вы мне тоже в комментариях напишите пожалуйста свое мнение да вот я уже сказала что с кем там клава была в каких отношениях там к сожалению на этом интервью не было задано вопроса вот если если бы мне вот предоставили да вот несколько вариантов мужчин с которыми там у нее могли быть отношения это как она реагировала я бы вам четко сказала с кем было с кем не было но вот так как было не так много показано вот то что показано я разобрала да напишите в комментариях вообще свое мнение по поводу клавы по поводу моего разбора по поводу астрологического разбора что вы считаете по этому поводу может у вас есть какая-то еще информация кстати вообще я просто поражаюсь насколько вот вы насколько вы все у вас у всех какая-то информация есть и когда я обращаюсь там в инстаграме там еще где-то когда я с вами общаюсь вы мне всегда подсказываете какие-то новые инсайды какие-то новые факты предоставляете которые просто я вау поэтому спасибо вам огромное всем моим подписчикам кто вот смотрит кто комментирует вы просто я горжусь что у меня такие люди вокруг меня я просто знаете вот такой дифферамп небольшой экспромтом получился но прям реально я даже уже перестала как-то думать сама я сразу там пост какой-то пилю и спрашиваю у вас ваше мнение и приходят такие классные инсайды поэтому спасибо вам большое за то что вы у меня есть и вот в данном случае я тоже хочу у вас спросить вот может быть еще какие-то факты есть которые вы ну вот можете написать в комментарии и ну посмотрим посмотрим что может мы еще там что-то ну вот из того что как бы было я посчитала нужным это показать если вам интересно разобраться в отношениях со своими близкими или там какие-то еще вопросы пожалуйста на консультацию можете обращаться я под видео оставлю свою почту пишите мне лучше всего на почту там светлана тире тире 2009 собака mail.ru просто других мессенджерах я не всегда отвечаю ну вот честно скажу я не такая дисциплинированная у меня сатурн ретроградный и все такое поэтому вот если вы напишите на почту почту я всегда отвечаю в течение суток обязательно вам отвечу если вдруг вы купили какой-то курс и вам ничего не пришло обычно кстати на gmail курс в общем не приходит потому что там какая-то вот какой-то фильтр стоит у них они не пропускают почему-то мои письма я уже не знаю что делать ну вот так вот поэтому если у вас почта gmail или ну мало ли может еще какая-то почта не пропускают вот вы оплатили письмо должно прийти автоматически если она автоматически не пришло если ни в каких папках нет то пишите мне лично пожалуйста на светлана тире тире 2009 собака mail.ru я это все вижу у меня вся эта система на виду я просто не знаю кому приходят письма кому не приходят я считаю что они автоматически должны приходить всем но видите вот gmail не пропускает поэтому пишите мне я все сделаю все организую со своей почты вам пришлю с личной с личной gmail пропускает и все нормально в общем вот такая история да значит что ну надеюсь разбор вам понравился напишите свое мнение как вам этот разбор я с вами буду прощаться спасибо вам большое за внимание спасибо что вы со мной что вы у меня есть я вас всех очень люблю желаю вам хорошего хорошей жизни хорошего вечера утра когда вы будете смотреть это видео но я сейчас публикацию поставлю на вечер но кто-то будет смотреть потом в записи ада значит не забывайте поставить лайк этому видео подписаться на канал если вы еще не подписаны в общем все прочие бла-бла я по-моему все сказала да да еще раз вас люблю пока пока